Здравствуйте! Люди становятся богаче деньгами, но беднее временем. Действительность беспощадна к тем, кто стремится к финансовому благополучию. Чтобы жизнь была полноценной, хотя бы раз в неделю посещайте светские мероприятия. Какие? Выбирайте в большой афише. В Париже уже давно никто не модничает, а в России дама, в каком бы возрасте она ни была, не выйдет из дома без макияжа и каблуков. В этом уверен историк моды Александр Васильев. С 2005 года он преподает в своей выездной школе. Группа слушателей выезжает вместе с ним на неделю в ту или иную страну и совершает культурный променад по Флоренции, Венеции или Парижу. Историк моды Александр Васильев может много рассказать не только о красоте. Он в совершенстве говорит на нескольких языках и трижды совершил путешествие вокруг света. Свой вопрос маэстро моды вы сможете задать на мастер-классе, который он проведет в нашем городе 16 апреля. Александр Васильев будет ждать вас в филармонии к 7 часам вечера. Пригласительный на мастер-класс Александра Васильева вы можете получить, если позвоните к нам в редакцию по телефону 54 69 49 и правильно ответите на вопрос. Для каких изданий журналов в качестве специального корреспондента пишет статьи Васильев в Париже? Звонки мы принимаем с 10 утра. Если в литературе вы разбираетесь так же хорошо, как и в моде, то 17 апреля отправляйтесь в библиотеку имени Асеева. Актеры драм-театра Елена Цимбал и Михаил Теленев проведут творческую встречу с поклонниками. Она будет посвящена 450-летию со дня рождения Вильяма Шекспира. На свидание с Ромео и Джульеттой приходите к 3 часам дня. Ходите в театр, но не забывайте про кино. На этой неделе премьера российского производства. Хотите совершить путешествие по маршруту Москва-Владивосток? Добро пожаловать на скорый поезд в компанию к Сергею Светлакову. Это история случайных попутчиков, объединенных одной целью. В кратчайшие сроки добраться из Москвы во Владивосток по железной дороге. Известный интернет-блогер Манагер Серега поспорил, что приедет в столицу Приморья поездом и сфотографируется там с амурским тигром. В случае невыполнения контракта он должен будет отдать все, чем владеет квартиру, машину и дачу. Кто станет попутчицей блогера, смотрите на большом экране уже в этот четверг в кинотеатре Люксор Долби Атмос. Каима Лосягна! Каима Лосягна! Каима Лосягна! Яна, яна! Если хотите выиграть пригласительный на премьеру, звоните к нам в редакцию по телефону 54 69 49 и отвечайте на вопрос, с какого вокзала в Москве на самом деле отходит поезд во Владивосток. Первый дозвонившийся получит билет в кино. Будьте в курсе событий с нашим информационным партнером радио «Серебряный дождь» 107.6 в Курске. «Серебряный дождь» радио для тех, кто умеет думать. Крылья бабочек. Разбудите поляну для встречи солнца. Это Хоку за авторством Мацуу Басё. Если вы хотите почувствовать всю философию полета и полюбоваться красотой, отправляйтесь в торгово-развлекательный центр «Манеж». Там действует выставка живых экзотических бабочек до 24 апреля с 10 часов утра. Обычно с наступлением тепла все принимаются за уборку своих участков. Но пока хорошая погода нас не балует, пусть весна разжигает костры. Под таким названием 18 апреля пройдет вечеринка в баре «Джем» на проспекте Энгельса. Приедут команды из Барнаула и Воронежа. Будет играть и местный коллектив. Всех, кто слушает панк-хардкор, будут ждать к 7 часам вечера. Мелодика и жесткие гитарные риффы возвращаются в наш город вместе с группой «6 страниц назад». У коллектива был длительный перерыв в работе. Поменялся состав и творчество получило новое звучание. В 2014 году музыканты записали макси-сингл «Сожженные дотла», который будет презентован в нашем городе. 20 апреля группа будет ждать поклонников в арт-студии «Оборвалк» к 8 вечера. Если же вам больше по душе женский вокал, планируйте концерт украинской певицы Ани Лорак. 21 апреля артистка выступит в спортивно-концертном комплексе. На днях она опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором готовится к концерту. Примечательно, что сценический мейкап она делает себе собственноручно. Фанаты мгновенно отреагировали на фотографию, зацепив певицу комплиментами. Если творчество артистки интересно вам так же, как ее внешний вид, приходите на ее концерт к 19.00. Снится сон, мама за руку возьмет, и с собой навсегда отсюда уйдет. На следующий день выступления не менее яркой дивы концерт дает Кристина Арбакайте. На ее счету около трех десятков работ в фильмах и мюзиклах, а в репертуаре более 150 песен. Арбакайте не раз признавали лучшей в самых разных музыкальных номинациях, а в конце прошлого года она получила звание заслуженной артистки. Послушать Кристину Арбакайте приходите в цирк к 7 часам вечера. Добавьте громкости и настройтесь на позитивную волну. Мы отправляемся в Ямайку. Сопровождать нас в этом путешествии будет украинская группа «Зарисовка», известная своим заводным регги. С недавнего времени музыканты стали исполнять также фанк, джаз и даже рок. Те, кто бывал на их выступлении, говорят «Зарисовку можно слушать сколько угодно». Присоединяйтесь, 22 апреля концерт пройдет в русской пивной бате в 8 вечера. Чем интересен наш город? Тем, что здесь берут начало важные мероприятия. Готовьтесь к новому культурному открытию. 25 и 26 апреля в Курске пройдет первый международный фестиваль «Шансон Соловьиного края». Артисты подают заявки со всех концов нашей страны. Также будут участники из Белоруссии, Украины, Израиля и даже Германии. В качестве членов жюри специальных гостей будут экс-солист группы «Бутырка» Владимир Ждамиров, хранитель традиций Михаила Круга Валерий Юг, солист группы «Атас» Андрей Атинский и другие. Слушать шансон приходите в цирк. Гала-концерт начнется в 7 вечера. Жанр шансон, он вообще-то довольно широкий жанр. Это идет и городской роман, значит, и что-то такое веселенькое, повседневное. Ну, песни о жизни. Шансон – это песня о жизни, о нашей с вами жизни. А 27 апреля эксклюзивный концерт даст лидер группы «Матрикс» в прошлом френдмен Агаты Кристи Глеб Самойлов. Артист, надо сказать, ведет активную деятельность. Его песни звучат в фильмах «Generation P», «Пирамида», сериале «Школа». Недавно на его официальном сайте появилась информация о том, что его песня «Космический десант» станет саундтреком к фильму по мотивам произведения Стивена Кинга «Ярость». В Курске услышать композиции в исполнении Глеба Самойлова можно будет в ДК имени Эрнеста Чегевара в 7 вечера. «Все решено, мы не вернемся домой, стой, не стоишь и умираешь, стой». Получить пригласительный на его концерт можно, если поучаствуете в нашей викторине. Звоните по телефону 54 69 49 и называйте имя артиста и поэта, на стихи которого Самойлов записывал песни вместе с Александром Скляром. А седьмого мая радио «Милицейская волна» устроит танцплощадку. Хиты прошлых лет будут исполнять Кай Метов и Виктор Салтыков. У каждого из них своя музыкальная история. Салтыков, например, пел в составе групп «Мануфактура», «Форум», «Электроклуб», но уже почти 25 лет занимается сольной карьерой. В Курске танцплощадка с его участием начнет работу в 7 вечера в спортивно-концертном комплексе. Чтобы выиграть пригласительные на мероприятия, участвуйте в нашем конкурсе ВКонтакте. Не стоит тратить время впустую, проводите его интересно. В Курске танцплощадка с его участием. День именно этого цветка отмечается во всем мире. В Англии его называют снежной каплей, в Чехии снежинкой, в Германии снежным колокольчиком. Любуйтесь прекрасным, обогащайте внутренний мир. Увидимся! 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 Увидимся!